Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Челси. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, второй выпуск. Давно мы не записывали карьеру за Челси. В принципе, у меня давно ролики не выходили, я пытался как-то стримить легендарную карьеру, хотел создать за шальки, но вот из-за чего-то какие-то постоянные баги происходят, даже в самой менюшке FIFA, то есть какие-то залагивания, западания, которые просто, чтобы убрать этот баг, мне приходится закрывать игру, запускать ее заново, а там иногда сохранения тоже слетают, потому что я не каждую секунду сохраняюсь. Поэтому посмотрим, может быть в ближайшее время там что-нибудь, либо обновление какое-нибудь выпустят, либо еще что-нибудь, и может быть чуть попозже мы и начнем вот эту вот легендарную карьеру на стримах. Ну что же, сегодня у нас, кстати, финал предсезонного турнира Челси против ПСЖ. Состав у меня, правда, уставший. Я вижу, что, скорее всего, точно придется Чилла и Зиеша менять, поэтому, ну вот как-то так. Так, насчет трансеров, у нас есть 6, я посмотрел, центральных защитников, убрал тех, которые у нас есть в других карьерах, например, там был Шкринер, там был Делихт, потому что Делихт мы подписали, если я не ошибаюсь, в Мадридский Реал. Вот, поэтому все те, которые мы никуда не использовали, мы будем брать сюда, чтобы тоже карьеры были интересные, мы не подписывали одних и тех же игроков. Поэтому все, переходим к финальному матчу. Ну вот давайте посмотрим на родной, так сказать, позиции Хацана Адой, который, кстати, если я не ошибаюсь, в Рома у нас может перейти. Так что мы там ждем официальное уже соглашение Хацана Адой, мы-то, в принципе, там договорились с клубом, поэтому Челси ПСЖ, финал председанного турнира, поехали. Ну что же, Челси против ПСЖ. Азиан Элит Кап, стадион Хэн Кук, это постоянный интересный стадион, который чем-то немножко отдает на стадион Фишт. Ну что же, так сказать, последний наш неофициальный матч в сегодняшнем выпуске, и дальше у нас уже будут, там, я не знаю, суперкубок. Я не помню, выиграла ли Челси кубок там Англии, в прошлом сезоне вроде нет, поэтому 100% нас ждет суперкубок Европы. Ну и также два матча чемпионата Англии. Наше, вроде как, первое официальное приобретение в составе Челси. И Лукаку, ну это 1-0. Ну это шикарная, кстати, связочка, я заметил в прошлом выпуске тоже, вроде в своем первом матче. Рикардо Перейра замечательно пробежался по флангу и отдал голевую передачу, там, вроде даже навесом, на Лукаку. Ну а здесь тоже очень хорошая передача была. Поэтому у Рикардо Перейра уже, вроде как, две голевые передачи. Почистил. Маркас Алонсо. Ух, какой неточный пас сейчас. Атака у ПСЖ. Месси, Месси с мячом, удары, это 1-1. Лионель Месси сравнивает счет после ошибки. Я не помню, там Рютигера вроде. Вот. Или Алонсо. Поэтому как-то... Так. Лукаку. Пошел на развороты. Отлично. Только здесь Лукаку усадил Бернато. Хацанадои. Ну и Хацанадои. Для него тоже, вроде, первый матч этот. У нас Тозье, что Маунт играли справа, но решил Хацанадои выпустить свеженького на финал. И шикарно. Он отплатил мне сбитым мячом. Супер. И финальный сесток. Минимальная победа Челси в финале предсезона. Турнира против ПСЖ. Ну вот неплохо. Показали свою игру. И Рикардо Перейра отдает очередную голевую. В своем, вроде, втором матче он это сделал. Ну и Хацанадои в дебютной игре под моим руководством забил. Поэтому я сейчас надеюсь, что все-таки он в аренду в Челси уйдет. Так, нам пришло предложение по Макленду. Ну давайте сейчас другие еще посмотрим. 5200 нам добавили за победу в этом предсезонном турнире. Так, я его точно вот прям на продажу выставил. Если на продажу, то давайте согласимся. В принципе, тут я многих, смотрю, выставил на трансфер. Даже не в аренду, так сказать, отдаю игроков. Поэтому вот, выше рыночной стоимости предложили, почему бы и нет. Так, три у нас окончательных отчета. Ленгле, Эрмоса, Пау Торес. Так, ну там мы еще, вроде, должны подождать. Там по другим игрокам тоже еще информацию ищут. Да, вот через четыре дня про Гомеса придет и про Алисера Маньоли. Так, скауты всех нашли игроков в Испании, которые только могли Аспеликоэту хотят забрать в Лестер в обмен на Вестергара. Ну я не знаю. По рейтингу большой провал, пять единиц. Вот, еще и три миллиона доплаты маловато, как бы. Но и Аспеликоэта 31 ему. Но я все-таки все равно отклоню. Аспеликоэт это прям, мне кажется, уже лицо Челси, легенда команды. Поэтому остается он. Так, Ацанадоев все-таки, да, действительно согласился. Перешел в аренду в Рому, замечательно. Так, сорвались переговоры Макленда с клубом Сепси. Понятно. Так, Байкера мы тогда тоже продаем. За два миллиона сто его хотят забрать в Брест. Пожалуйста. Тоже примем предложение. Так, Перейра. А, все замечательно. Он уже спрогрессировал у нас. И теперь будет играть на правом фланговом защитнике. Замечательно. Так, ну все. Все у нас отчеты готовы. Поэтому сейчас мы идем выбирать нового нам игрока. Центрального защитника. В принципе, сначала посмотрю, сколько у меня денег. Так, ну миллионов. Ой, даже не миллионов. Тысяч двести я бы на зарплату бы оставил. Вот так вот. Поэтому можно за 100 миллионов хорошего себе центрального защитника сейчас подписать. Ну давайте смотреть. 24 года. 82 рейтинг. Поэтому здесь, я не знаю, Романьоли уступает чисто по возрасту. Пу-пу-пу-пу-пу. Тут они, в принципе, одинаковые. Что Гомес, что Пауторос. Но Пауторос повыше. Поэтому это тоже может быть как такой плюс. Так, ну 24 им. 82 рейтинг. Поэтому Эрмосы, извини. 82 в 26 лет. Извини. Вот. Есть интересный вариант. Как Хименос. Вот. У него и рейтинг получше. И возраст. Ну я не... Ну вот правда не факт, что за эти два года и Гомес, и Пауторос спрогрессируют. И будет у них 84 рейтинг. Поэтому давайте я подпишу Хименоса из Атлетика Мадрид. Так, ну предложим цену. Давайте 60 миллионов. Чуть выше рыночной его стоимости. Симеона хочет Маунта. И они готовы... Или мы чтобы еще доплатили. Похоже, чтобы еще и мы доплатили. Но это странно. 65 тогда миллионов попробуем. Они хотят 80. Понятно. Давайте попробуем там 70. Тоже хорошая цена. 81. Они вообще не уступают. Так, ну 75 хотя бы. Все. Диего Семенов согласен продать Хименоса. Хименоса за 75 миллионов. Замечательно. Хорошая центральная защита к нам сейчас может прийти. Ну и теперь уже личные условия сейчас с ними мы обсудим. Так, роль. Акауньевую роль. Ну ключевой, наверное, будет все-таки, раз мы его подписываем. Мы в нем заинтересованы. Так, продолжить. Давайте на 4 года, чтобы ему как раз 30 было. И тогда мы бы его и продали. Игнорируем отступные. Что у вас по зарплате вы хотите? Я не знаю, сколько ему давать. Правда, вот. 130 тысяч евро вам пойдет. Вообще замечательно. Ну, опять же, я, наверное, где-то чуть больше ему заплатил. Вот, предложил. Поэтому можно было там, наверное, и поменьше. Так. Так, 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 так. Да, это я вместо Челобаха вроде подписывал. Так, а что у нас по Челобаху? Хименос, кстати, 20 номер себе взял. Так, Челобах. 22 года. 73 рейтинг. Давайте в аренду пока отдадим. Почему бы и нет. Вот. И теперь получается... А что у нас получается? Тут бы я бы не знаю. Либо по скорости бы смотрел. Вот. Аспликуэту. Скорее всего, я бы во второй состав и добавил. Вот сравнить просто их вот сейчас. Защита у них на равных. Физика у Рюдигера. Выносливость там, скорее всего. Вот. Пассы. Ну, аспликуэту может хорошим пассом выйти. Поэтому давайте я в любом случае, если что, поменяю потом. Вот. Если меня вдруг не устоит и Рюдигер в стартовом составе, я поставлю туда аспликуэту, который теперь у нас будет капитаном во втором составе. Ампуа, я ему сразу капитанскую отдам. Вот. Замечательно. Так. Ну, мы смотрим теперь дальше. Дальше, дальше. Сар. Нам нужно покупать еще одного центрального защитника. У меня денег, в принципе, сейчас не хватит. Поэтому я бы сейчас, я бы сейчас, зашел в этот центр трансеров и посмотрел. Вот Баркли, например. Зачем мне этот игрок? Или я там всех, типа, уже просмотрел, чтобы у меня на каждую позицию было по три игрока. Два в команде, один в аренде был. Вроде да, я так и смотрю, что я так и сделал. Так, ну, в общем, в любом случае мы оставляем позицию центрального защитника на трансферном списке, вот так, чтобы скауты поискали. Вот. Ну, пока что, я даже не знаю, а кого мы там выбирали. Либо Гомеза, либо Пау Тороса. Да, вроде, давайте я Пау Тороса тогда пока что добавлю. В список свой, так сказать. Вот, если что, мы потом его просто вот подпишем. Как только у нас деньги появятся. Так, ну, дальше пока что смотрим. 74 позицию, так сказать, закрыли. Либо Алонсо, либо Кепа. Тут уже, я не знаю, по возрасту, наверное, смотреть. Кепе 26, Алонсо там за 30 уже где-то, вроде, да, ему 30 как раз. Поэтому вот левого защитника я бы теперь поискал. Так, Челобах с нами связался. Говорит, что спасибо, тренер. Думаю, аренда это то, что мне и нужно сейчас. Ну, замечательно. Так, переговоры с Льюисом Бакером сорвались. То есть, он там что-то не договорился с Брестом. Демаре, кстати, вон, я вижу, вернулся в Мадридский Реал. Наверное, после вот этого проигранного финала в предсезонном турнире. Так, пришло, кстати, предложение по Алонсо. Я его еще, ну, правда, не готов продавать. Вот. Как-то так. Вот уже там и Баруся, и еще кто-то какой-то клуб до этого нам предлагал. Так, ну вот, нам нашли, в принципе. Минди, Гайя, Госсенс, Тео Эрнандес. Ну, давайте посмотрим. Здесь что смотреть. И Минди, и Гайя, и рейтинг одинаковый возраст. И стоят они оба одинаково. Так, ну, тут я даже не знаю. Выносливость у Гайя 87. Если покупать прям чисто на ту же позицию от испанца, было бы вот интересно. Тео Эрнандес. Тео Эрнандес, он причем и помоложе этих всех ребят. Поэтому я, скорее всего, бы Тео Эрнандеса пока что добавлю в список. Ну, ребят, извините. Он в 26 может будет там с рейтингом 87. Вы так что мне не подходите. Так, ну и дальше, получается, раз после Алонсо идет у нас Кепа. Поэтому сейчас будем искать себе второго вратаря в команду. И там уже продавать будем, прошу прощения, Кепу. Так, очередное предложение по Алонсо. Они, скорее всего, уже заметили, что у нас есть интерес к Тео Эрнандесу. Но все равно мало предлагают. В принципе, мне таких денег не хватит, поэтому я отклоняю. Вот, Кувач еще хотят продать. Купить, точнее, у нас. Ну, он у нас вроде какую-то роль-то играет. Все равно в команде, раз я его никуда не выставил. Ну, причем Ювентус. Так, ежемесячный отчет. Маклебуст. До свидания. У него уже ниже 86 потенциалов. Вот пока что Марвин Ван Дайк остается у нас в команде. Так, пришло предложение по Сару. А я его, в принципе, никуда не выставлял. Он у нас играет еще во втором составе. Поэтому нет. Интер, к сожалению, в аренду тебе не знал. А вот Баркли. Вообще, замечательно. Сейчас начнем переговоры. В Тоттенхэм понимаю, что клубу сопернику, но все равно. Я сейчас попробую, может, тогда зарплату там повыеживать, чтобы процент побольше был. Так, они хотят 40 на 60. Да вы что, обалдели? Я и так конкуренту он удаю. 65 на 35 давайте. 50 на 50 хотят. Обалдели. 60 на 40. 50 на 50. Давай, давай. Все, 55 на. А, что? О, ну и в принципе-то нормально, что Тоттенхэм отказали. Значит, Баркли другой какой-нибудь клуб заберет. А так, ну тоже конкуренту отдавать. Вот, хотя там какие нам... Какой нам Тоттенхэм конкурент. Так, тут уже и Мадридский Реал хочет вернуть Матео Ковачча. Мы отклоняем. Так, очередное предложение по Бакеру. Уже Норвич. Ну, в принципе, тоже нормально. Но вот здесь, мне кажется, он должен согласиться. Все-таки даже страну не придется менять. Вроде только турниры. Я не помню, там Норвич в чемпионшипе вроде играет. Йович, кстати, перешел в Манчестер-Сити за 41 миллион. Тоже баснословные какие-то деньги за него заплатили. Так, там скауты у нас вратаря нам ищут. Уже второго. Нашли только Пикфорда. Ну, в принципе, вообще замечательный вариант. 27. А, зачем я Пикфорда добавил? Мы его подписали. Я сейчас не помню только в какой карьере, если честно. Правда, не помню. Сейчас бы вспомнить. Но не помню. Вот прям вот. Хоть убейте. Вроде в Мадридский Реал я его подписал. Поэтому Пикфорда мы убираем. И ждем другого игрока. Так, Беленькович, Савич. Мы видим, перешел в ПСЖ. Из Лацио. Поэтому, как-то так, интересный тоже переход. Так, Челабаха в аренду. Отлично. Сельта. Вот это вообще интересный вариант для него. Я надеюсь, что он согласится. Потому что хорошая, средненькая такая команда в Испании. Если постарается, то может там и за Еврокубки какие-нибудь зацепиться. Хотя сезон назад они вроде там за выживание только боролись. Но в любом случае команда интересная. Все, они согласны. 60 на 40. Супер. Родриго Бентакур перешел в Эвертон. Из Ювентуса. Скорее всего, не нашли ему там роль. ПСЖ у нас хотят купить Кристиана Пулишича. До свидания. Так, нам два сообщения нашли всех в Англии. Скауты нам сказали. И Жоржиня хочет сыграть против Валериала. Но мы, естественно, первым составом, самым основным выйдем. Здесь без проблем. Так, вот, кстати, у нас Симон. Симон. Без разницы как. Тоже его добавим. Все замечательно. Поэтому на позицию вратаря мы тоже нашли, если что, замену Кепи. Так, ну идем дальше. Идем дальше. В 80-й там рейтинг, скорее всего, да, у нас идет. Дальше Кристенсен. Ну это снова, значит, центральный защитник нам нужен. Ну, это получается, ну, там был Жо Гомес. Поэтому добавим пока что его. Раз пока что по рейтингу у нас все нормально. Вот в 80-й мы заменим. Постараемся, по крайней мере, в будущем заменить 82-м. Поэтому мы пока что в правильную сторону движемся. То есть более-менее как-то пытаемся улучшить команду. Дальше. После 80-го, 81-й. Это правый защитник. То есть нам не только Рикардо Перейра был нужен, но и еще один. Я уже, естественно, не помню, кого нам там предлагали еще на эту позицию. Выбирали ли мы в принципе. Поэтому давайте попробуем на правого защитника еще какой-нибудь игрока найти. Посмотрим. Итак, Хименес перешел в ваш клуб из Атлетика Мадрид. Он дебютирует в матче против Валериала. Так. Он покажет, на что способен. Действительно, он выйдет в старте. Чего вы ждете от матча против клуба Валериал в рамках Суперкубка UEFA? Мы уверены в своих силах. Ваша команда хорошо провела пресезонную подготовку. На основании этого можно делать какие-то выводы о том, как для вас сложится первый матч сезона. Будем играть действительно как обычно. То есть никакой новой тактики. Мы идем только за победой. Так, что у нас в принципе по трансферам. Они подписали, кстати, Бен Едера. Но Валериал и потерял Морена. Самая дорогая сделка. Он перешел в Ливерпуль. Савич перешел в Пассажир. Шкринер перешел в Манчестер Юнайтед. Это они. Ох, тут еще Кулусевский перешел в Барселону из Ювентуса. Но мы видим, что и Бен Едера, Валериал подписал. Ройс перешел в Манчестер Юнайтед. Посмотрите, что творится в данном сейве. Это просто капец какой-то. Но ничего, посмотрим. Суперкубок УЕФА. Челси против Валериала. По составу я смотрю. Вот Торрес, кстати, которого мы хотим приобрести. И могли в принципе. Что еще? Ну, вот Бен Едер, кстати, сразу с капитанской повязкой его. Даже не по Реха дали. Очень даже странно. Челси-Валериал. Поехали. Итак, разминается Лукако. Готовится забивать в сегодняшнем матче. В очень важном. Эсиен. Вроде так. Зовут эту легенду Челси. Вот. В полузащите играл. Стоитен Европа. Суперкубок УЕФА. На вот такой невидимой там прозрачной... Не знаю, как даже сказать. Пьедестале стоит этот кубок. Ну, и Челси сегодня намерены забрать этот трофей. Начинаем. Как аккуратно здесь Диеш. Лукако продвигает. И правой ногой забивает. Перед самым перерывом у Ромео Лукако получилось забить. И Челси выходит вперед в матче за суперкубок УЕФА. И все. Финальный сысток. Минимальная победа Челси. Тот самый единственный гол Лукако все решил перед самым перерывом. Поэтому все. Унай Эмири. Мы забираем у него трофей. Вот так. Все-таки... Ну, я не знаю даже, что сказать про Унай Эмири. Это олицетворение, наверное, Лиги Европы. Но вот суперкубок УЕФА не в этот раз, так сказать. Поэтому все. У Канте была капитанская повязка. Поэтому он сейчас и будет поднимать наш... Вот теперь действительно заслуженный трофей. Очень важный. И... Замечательно. Эмоции искренние, настоящие, заслуженные. При том, что шикарная игра была. Мы действительно наиграли на эту победу. Какой-то там один момент все решил. Можем посмотреть сейчас. Ну, в принципе, на ничью здесь мы наигрывали. Но все равно ожидаемые голы у нас чуть побольше. На две десятые. Так, призов он 4,5 миллионов нам добавили. Хавердс... П-п-п-п-п-п. Привет, тренер. Вокруг уже все говорят о том, что вы... О том, что вы меня на новую позицию переводите. Как Срантекс Хал, как... Мастер Йода. Я просто хотел сказать, что готов делать все ради успеха команды. Если вы считаете нужным, буду играть как левый вингер. Я делаю все, что требуется делать для блага команды. Ты можешь так слушать, ты подходишь. Мне нравится такое отношение к делу. У меня не было сомнений, что ты настоящий командный игрок. У тебя прекрасно получается игра на этой позиции. Мне кажется, так у тебя будет больше шансов по этой составе. Ты же этого хочешь, так? Так, ну и Жоржинь поблагодарил нас за то, что мы его выпустили. Не спросил. Так, официально Челобах сдан в аренду в Сельту на один сезон, а Бакер продан в Норвич. Вот, то есть, все замечательно. Не в Брест, так в Норвич он все-таки перешел. Кименос, говорят, показывает бледную игру в дебютном матче. Ну, как-то так. На что наиграли. Главное, что это победа. Так, опять там, скаут, говорит, нашел всех в Италии. Пока что никого из правых защитников нам больше-то и не нашли. Так, что у нас по трансферам? Все так же. Морена Милинкович, Савич и Шкринер. Ну и у нас пресс-конференция. Вторым составом мы, естественно, сейчас будем выходить против Кристал Пелос. У меня других вариантов нет. Первый у меня уставший. Итак, как победа в Суперкубке УФА влияет на состав перед первой игрой в чемпионате? У нас очень качественный состав. Вот так вот немножко слукавим. Достижим ли титул в этом сезоне? Все игроки поставили такую цель. Вернер хорошо провел предсезонный матч. Мы увидим его сегодня на поле. Он не остался незамеченным. Это пример для остальных игроков. Вот так давайте ответим, потому что он действительно сегодня выйдет в старте. Все. Вроде как пообщались с журналистами. Первая для нас еще, тем более, и домашняя игра. Стэнфорд-Бридж. Там уже, я смотрю, Арсенал обыграли Брэндфорд 2-1. У меня дубль забил. Поэтому вот посмотрим, что из этого, в принципе, у нас выйдет. Состав на ваших экранах. Поехали. Итак, английская премьер-лига. Челси против Кристал Пеллеса. Пеллеса, хотел сказать. Первый тур для нас дебютный. Можно сказать, ну действительно, вот официальная уже такая игра. Понятно, что первый официальный матч был в матче за суперкубок UEFA. Но все-таки теперь уже в рамках чемпионата мы дебютируем сегодня в английской премьер-лиге. Поехали. И на Сауле. И на Сауле Вернер отдает вперед. Сауль на пустые для Пули. А, это даже не Пулишич, это Марко Солонца. Вот так подключение. И Марко Солонца забивает первый в гол лондонского Челси в английской премьер-лиге в этом сезоне. Ну, шикарная статистика. И здесь Пулишич. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну вы посмотрите, какой шедевр. Не получилось за кепу хорошо выйти на такой опасной высоте. За все-таки перебросил нашего вратаря. В чем из-за пределов штрафной. Рано, наверное, начал я выходить. Ну, надо забивать сейчас обязательно еще. Колонца. Ну, ой, какой гол, какой гол. Тут просто не знаю, что делал Гуита. Вроде так вратаря Кристалл Полоса зовут. На каком-то противоходе мы его вроде поймали. Надо сейчас посмотреть. Он двигался, да, в другой. И вот здесь вот уже там припрыгнул в той стороне. Вот этот я сейчас муф заметил. Вот, смотрим. Вот. Вот здесь хок припрыгнул и уже чисто из-за этого, наверное, прыжка не дотянулся до мяча. Но главное нам, что забивает Тимо Вернер. Мы рушим все мифы. То, что это не забивной форвард. По крайней мере, пусть хотя бы у нас в карьере он забивает. Первый гол в первом матче. Замечательно. Пока что у него статистика. Тимо. Ох, как Тимо Вернер проходит. Вы просто посмотрите. Вы просто посмотрите. И это 3-1. Дубль Тимо Вернера за буквально 2 минуты. Замечательная статистика. Замечательный матч у него. Не зря у нас журналисты спросили, выпустим ли мы его. А мы действительно вот и выпускаем. Да я не знаю, пусть ли он, наверное, доигрывает. Пока что еще нет смысла его менять на Лукаку. В принципе, у меня игроки основного состава устали после матча в Суперкубке. Неплохо-то. Тимо Вернер. Нашел паса Маунта. Маунт. Нариса Джеймса. Джеймс. Джеймс. Подача. И 4-1. Это Мейсон Маунт. Этот парень тоже сейчас забил. Поучаствовал причем в этой атаке. Тоже распасовочкой причем на Джеймса. В стеночку, можно так сказать, отыграл. Канте. Солонца. Хлёстенькая такая передачка пошла на Пулишча. Пулиш сам входит. На Вернера все-таки отдал передачу Тиму Вернер. Хэт-трик. В первом же матче английской премьер-лиги этот парень забил хэт-трик. Так что можно уже писать во всех новостных блогах. О блоках тоже, что Вернер заиграл при мне. Ну вот замечательно. А ведь мне предлагали менять Вернера после того, как он, не помню, один гол только забил на Лукаку. Но я решил, нет, пусть он играет. И вот. Тиму Вернер. На данный момент лучший бомбардир в этом сезоне английской премьер-лиги. Три мяча. Вряд ли там кто-то еще забил в первом туре. Поэтому супер. И все, финальный состок 5-1. Разгромили мы Кристал Пелос. Но небольшой нервяк-то все-таки был у нас. Интригу. Вилфред завел в матч, когда сравнял счет еще в первом тайме. И мы ушли на перерыв при счете 1-1. То есть 4 мяча мы забили во втором тайме. Что у нас по Икс-джиму интересно. Мы на 6 мячей наиграли. Ну то есть рядом были. Забивали все, что могли. Кристал Пелос даже на чистый такой свой один гол не наиграл. Так, Лофтус, Чик. Возможная смена позиции. Так, план развития. А на какую мы его вообще позицию переделали на ПФА? Да, на правого вингера. Поэтому все. Теперь у нас ПФАшник. Вот, надеюсь, что теперь он кому-то да и будет в принципе вот нужен. Но пока что он у нас действительно вот в аренде. Так, Сильва. Привет, тренер. У нас в последнее время все здорово. Вы знаете, что мне нравится играть в вашей команде и играть в этом клубе. Я просто думаю, что это хороший момент, чтобы поговорить о продлении моего контракта. Я хочу понимать свое положение. Ну давай посмотрим. Поэтому. Он в принципе-то, наверное, на один сезон у него контракт там оставался. Вот. Поэтому он хочет продлить. Ну, Сильва мы сами понимаем, что возрастной игрок. Поэтому максимум там на один сезон. Сейчас попробуем его продлить. Мне кажется, он сам надолго-то не хочет уже в футболе играть. Да, ему 36 лет. Ну, капец. Так, ну, переговоры раз хочет. И раз еще пока что играет на таком высоком уровне, пойдет. Так, роль. Ну, роль действительно он ключевой. Это без проблем. Так, на один сезон действительно они только захотели. Поэтому без проблем. Пока что по рейтингу он один из основных центральных наших защитников. Пусть играет. Я не знаю, сколько мы ему контракт предложим. Давайте 90 тысяч евро. Все, они согласились. То есть, Сильва согласился на понижение зарплаты. Это вообще замечательно. Вот. Хоть какую-то копеечку мы сэкономили. Так, Сильва снова с нами общается. Отлично, шеф. Я очень рад, что вы меня цените. Считайте, что я могу быть полезен команде. Спасибо, что наше время обсудить со мной новый контракт. Сейчас мне очень комфортно в клубе. Ты знаешь, как мы тебя ценим. Ответим мы ему так. Так, очередное, кстати, предложение по Сару. Уже Рома даже предлагает на два сезона. То есть, интересный, интересный футболист. Для, скорее всего, европейских команд. Но у нас, к сожалению, только во втором составе. Так, пришли интересные предложения. Во-первых, Рюдигера захотели купить в Латсо. Мы отклоняем. А вот Бетинели. Мы вроде его и выставили, да. В аренду в Реал Валидолит. Давайте на один сезон попробуем договориться. Если не получится, то мы и на два согласны. Потому что мы сейчас, в принципе, готовы продавать кепу. Минги меня устраивает. Поэтому сейчас посмотрим. Да, на один сезон они согласны. Вообще замечательно. Все шикарно. 60 на 40. Согласны ли будут? Да. Все замечательно. И Бетинели теперь, если сам согласится, может перейти в испанскую команду. Ну что же, очередная у нас пресс-конференция. Потому что сейчас все-таки лондонское дерби такое. Поотвечаем на вопросы. В прошлой игре вы одержали более листательную победу. Как вам кажется, ваш соперник арсеналу нервничает? Так. Настрой арсенала не имеет никакого значения для нас. Вы проводите активную трансферную кампанию. Уже продали 4 игроков. Значит ли это, что мы увидим новых футболистов в клубе до закрытия трансферного окна? Просто скажу, мы строим команду, способную побеждать. Но у меня пока что денег на усиление такое хорошее нет. В последнее время ваша команда находится в прекрасной форме. Как вам кажется, вы сможете сохранить эту форму в предстоящих матчах. Не сомневаюсь. Все замечательно. Вроде каверзных вопросов не задали. Так, по трансферам все так же. Морена, Савич и Шкринер. Ну и первым составом мы выходим против арсенала. Сейчас дальше посмотрим, там серьезные линии от соперника. А там Ливерпуль, кстати. Ну в принципе должны за недельку, буквально за 6 дней отдохнуть. У меня основные игроки. Но мы все-таки отправляемся на выезд. Поэтому уже тяжеловато будет. Арсенал против Челси. Поехали. Итак, Лондонская дерби. Если не ошибаюсь, могу ошибаться. Либо это Кэмпбелл, либо Патрис Веера. Наверное, Веера, мне кажется. Почему здесь Кэмпбелл был? Поэтому поправьте мне, если что, в комментариях. Арсенал против Челси. Арсенала, если я не ошибаюсь, обыграли Бенфорд. Ой, Брэнфорд, да. Бенфорд, это у них нападающий. 2-1. Дубль забил Абумьянг. Но у нас Хэтрик забил Тимо Вернер. Которого, правда, сегодня нету в стартом составе. Вот. Но есть Лукако, который забил в матче за Суперкубок УЕФА. Поэтому тоже такое значимое мини-событие. Лукако находит по самому Жоржиньо. Жоржиньо, вы посмотрите, что творит. Итальянец 1-0. Как он сейчас шикарно просто перебросил вратаря. Причем вроде не рабочей ногой пробил. 1-0. Один из лучших игроков, в принципе, прошлого сезона. Жоржиньо и выиграл Лигу Чемпионов вместе с Челси. И выиграл Чемпионат Европы вместе со сборной Италии. Ну, вы просто посмотрите. А, почти что в самую девятку. Таким вот перебросом. Уайт здесь накрывал. Ну и Бернт Лена пропускает первый мяч Жоржиньо в этом сезоне. Ромел Лукако. Уберет, да, убирает. И правой ногой забивает Лукако. Шикарен. Сегодня у нас, мне кажется, все игроки будут забивать своими нерабочими ногами. Жоржиньо забил с левой, Лукако с правой. Ну, шикарно. Ну что же, Арсенал быстро пропускает два мяча. Очень быстро. Причем у себя дома. Лукако забивает для себя первый гол в первом же матче. 16-ая минута. Мы 1-0 только Crystal Palace обыгрывали к 15-ой. Здесь уже 2-0 к 16-ой. Поэтому что-то не так. Все-таки действительно здесь с Арсеналом. Ну, а мы, между прочим, впервые забили два мяча первыми. Вот в этом сезоне. Именно в официальных матчах мы 1-0 только обыграли Вильяреал. Вот. Но тоже, кстати, мы третий матч подряд забиваем первыми в официальных матчах. Ну, и вот с Crystal Palace там за все-таки нам забил. Сравнял их счеты. 1-1 сделал. Здесь пока что нет. Два мяча мы забиваем. Ну, и так сказать, уже вторую игру подряд мы забиваем больше одного мяча. Это меня тоже радует. Это очень хороший, значит, у нас атака. Теперь главное, чтобы мы не пропускали. Потому что, ну, та же вот победа 5-1. Все-таки хотелось, чтобы вот этого гола от Заа не было. И сейчас просто нам повезло. И причем я снова выходил в Минди. Сейчас Абумен мог меня наказать, но попал только в Перекладину. Лукаку. Ух, какая тонкая сейчас была эта грань. Лукаку на Хаверца, без офсайд на Кай Хаверц. Кай Хаверц. Ой, не забивает. Тут он, наверное, прям в упор в Лена пробил. Зиэш на подаче. И Лукаку. Нет. Попал в игрока Арсенала. Повторная ли будет подача. Зиэш, Лукаку. Нет. Здесь же первым Уайт отыграл. Канте шикарно прочитал этот момент. Казался первым на мяче. Жоржиньо. Ну, здесь очень уже. Рассрачивают моменты. Игроки Челси перебрасывать уже хотели. Лена. Николя Пепе. Почти дотянулся. Почти не считается. Абумьянг. Бельгийц обратно на Ангола Канте. Ну, это 3-0. И это 3-0. 44-я минута. Уже даже Ингола Канте забивает. И мы громим Арсенал. Ну, впервые, кстати, у нас такое в официальных матчах, что мы забиваем три мяча подряд первыми. Это вообще просто шикарно. И все. Финальный сысток. Разгромная победа Челси на выезде. Ну, и вот Арсенал терпит первое свое разгромное поражение в этом сезоне. Жоржиньо, Лукаку, Ингола Канте принесли нам сегодня победу. По их джиму сейчас посмотрим. Ну, в принципе, 4-5 мячей мы должны были забивать. Вот Арсенал даже на один, я и говорю, мяч не наиграл. Посмотрим, кто игрок матча. У нас сегодня, в принципе, интересно на это посмотреть Лукаку. Он, кстати, гол и две голевые сделал, так что вообще без всяких претензий. Так, Беттинелли у нас отклонил аренду в Реал Валидолит на один сезон. По Жоржиню пришло нам предложение из Доргунской Баруси. Его хотят обменять на Малина. В принципе, предложение интересное такое. Нам еще и доплачивают. Но Жоржинь сейчас один из лучших таких и интересных полузащитников в мире. Тем более, у него пенальти 91-92 вроде показатель. Это лучший в нашей команде, поэтому мы его пока что оставим. Так, отлично. По Лофтусу Чику пришло у нас первое предложение. Ну, опять же, с вот этим правом выкупа Леванте. Давайте начнем переговоры. Не хочется его, естественно, с правом выкупа отдавать. Но Леванте вряд ли согласятся его просто так в аренду брать. Да. Потому что там сразу, как мы видим, аренда должна сразу синеньким загореться. Тогда они, значит, еще поразговаривают. А с Пликоэту хотят купить в Лацио за 25 миллионов. Мы отклоняем. Так, по Хаверсу пришло предложение из Вольсбурга. В Германию его хотят вернуть. Ну что же, на этом все. В следующем у нас в выпуске будет топовый матч. Ливерпуль против Челси. Мы еще и на выезде играем. Сейчас мы, кстати, на первом месте. Там разница мячей у нас очень хорошая. Плюс 7 забитых мячей. Так сказать, там один вот пропустили из Кристал Пелос. Забили 8 и 5 Кристал Пелосу и 3 ворота Арсенала. Поэтому по бомбардирам. Стерлинг уже 4 наколотил. Вернер 3. Ну, там, скорее всего, Стерлинг в двух матчах участвовал. Да. Вернер у нас только вот в одном. Но Марина, Савич, Шкринер. Все так же у нас трансферные главные сделки. Поэтому на этом все, ребята. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok